Я всю жизнь был убежден, что прибыль получается, рентабельность определяется не в бухгалтерии, а на поле. Поэтому, ну первые уже представили меня, мы находимся, значит, наше хозяйство на границе с Ростовской областью, это советский район. Ну и кто был, в 2020 году мы проводили семинар, как раз вот засуха была, в нашем хозяйстве по нуту проводили семинар. Занимаемся нулевой технологией мы с 2008 года, то есть с 2008 года в хозяйстве, которое имеет размер 10 тысяч гектаров, ни одного квадратного метра паров нет. И вот до сих пор нет, не было. Ну, причины перехода, как у всех, наверное, хотим получить подешевле, побольше, сохранить почву. Ну, добавить сложно, Кочубей Александр Анатольевич Алексеевич четко все рассказал. Я единственное хочу сказать о том, что все-таки вот мы применяем за долгие годы. За долгие годы. Ну, первое, в свое время, значит, мы начали соблюдать принцип. Отошли от подсолнечника, были достаточно проблемные года и цены, и начали переходить на нут. На нут, то есть мы сеяли, у нас двухполка была практически. Один год мы сеем азимую пшеницу, второй год сеем нут. Было такое, несколько лет. До тех пор, пока цена на нут не упала. Ну, упала на нут. Надо какую-то, значит, культуру, которая именно пшеницу мы сеем. Это мочковатая корневая система. А о чем здесь уже говорили, желательно стержневую. Ну, вот, лен сеяли, и кориандр сеяли, и рыжик сеяли. Чего мы только не сеяли. Вот, потом пошел лен у нас. Лен, почему я подробно так рассказываю, дальше интереснее будет. Посеяли лен. Ну, что такое лен? Многие его сеют, многие знают, какие проблемы с уборкой. То есть, лен подошел, семена созрели, влажность там 5-6%, а сам стебель еще сырой. А если еще и дождик брызнул, то обычная жадка заливается вот этим соком. С измельчителя летит зеленая пурга, и вот этот сок заливает режущий аппарат, плюс пыль, получается бетон. Ну, как, ковыряем, мучаемся, убираем, еще пытаемся сушить. Посушили, вроде бы завял. В общем, перешли мы к отчесывающим жадкам постепенно. Сначала парочку взяли, потом еще. И значительно легче стало убирать лен. То есть, нам это понравилось. А почему не попробовать пшеницу убирать, жадкой отчесывающей? Отчесывающей жадкой, значит, мы попробовали убирать пшеницу. Ну, убирается. Я сегодня уже рассказывал. Произвели сравнительные испытания. Взяли два комбайна. Один зацепили 7-метровую жадку обычную, другую, значит, осчесывающую. Два Нью-Холланда с одинаковыми бункерами. Пустили друг за другом до полного бункера. Ну, сначала один остановился, в нескольких метрах, там, десятках метров сзади остановился другой. То есть, потери соизмеримые. Ну, отчесывающая жадка 30%, я не агитирую. Скорость, если такая жадка работает, там, 4-6 километров в час, то отчесывающая работает, там, нормально, 8-10 до 12. После 12 нежелательно. Понравилось. Закупили на все 12 комбайнов, закупили 12 отчесывающих жадок. Отчесывающие жадки мы успели закупить в Харьковске славянку. То есть, и наши, и брянские там были, по-моему, или где их сейчас выпускают, и эти. Вот. Понравилось. И начали отчесывать пшеницу. Что такое? То есть, я уже сказал, мы находимся значительно южнее. У нас тут каждые 100 километров тут меняется серьезно. Климат, осадки. То, что здесь находится, там уже такого нету. Ближе туда, к Суровякину, к Советской. То есть, дефицит влаги. Дефицит влаги. Влага – это определяющий фактор. Как накапливать влагу? Ну, первое. Давай не будем пахать, не будем отказать от паров, пахать не будем, выворачивать ту ла, у которой есть. Сначала перешли на минимальную обработку, потом от минимальной перешли вообще в комбайн, селка, комбайн, селка. И когда начали отчесывать, у нас получилось первый блин комом. То есть, два поля азимой пшеницы дали по 55 центров с гектара. Это было где-то лет 8 назад. Было приятный год там определенный. Мы взяли, отчесали. Отчесали. Дальше что? Решили сеять нут. Везде все посеяли, а там еще черви ползают. Ждали, ждали, время идет. Июнь месяц. Значит, ну, загнали тяжелую ворону, как-то там выгребли что-то на сторону, посеяли нут. И вот у нас первый год нут дал там 23 центера с гектара. То есть, при обычных 8-10 центеров. Нут, она всегда была ценная культура. Сегодня об этом говорили. Вот. Очень сильно понравилось. Дальше. Продолжаем эту работу. Как дальше сеять? Сошниковые не идут. У нас были, значит, и канадские селфорды. Не идут они по-очовски, по пшенице. Значит, дисковые тоже. Селфорд двухдисковый. С коллтером впереди. Вот, в принципе, то, что сегодня здесь показывали. Тем более не идет. Все это залипает, замекает. Что делать? И мы вот попробовали, купили селфору. Сегодня мы видели у Александра Алексеевича. Джон Дир 1890. И вот с нее, в принципе, у вас мы увидели эту селфору. Селфор, которая сеет поочесывающей. Поочесанной пшенице. То есть, очесанная пшеница, это вот высота вот такая. Там, значит, скапливается много влаги. Единственное, надо подождать, чтобы образовалась корочка. Хотя бы там 2-3 сантиметра. Чтобы пшеница сама была сухая. И вот эта монодисковая селка, она прорезает пшеницу, высевает. И мы вот сеяли нут. В этом году мы начали сеять иллю. Нормально все получается. Поэтому как-то вот у нас произошла такая, будем говорить, технология, которая позволяет серьезно экономить влагу. Ну, если есть влага, можно применять и удобрения, и средства защиты растений, и против вредителей бороться. Понятно, что будет хороший урожай, который все эти затраты окупит. О чем вот говорили сегодня, буквально передо мной, товарищ, про вот эти вот внесения удобрений. Попробовали мы, ну, правда, другая фирма. 18 метров захват, 8,5 бочка. Прекрасно работает, особенно вот в наших условиях, когда начинается суховей, и на озимке образуется корочка. То есть раскидал аммиачную селидру, она лежит сверху и не работает. Даже внес опрыскивателем касс то же самое, аналогично. И вот мы один купили такую штуку, проработали. Очень впечатляющие результаты. Мы купили еще два. Ну, раз купили два, надо под них там емкости. С болена поварили емкости, 4 штуки по 70 тонн. Сейчас еще 6 сварили. Вот то, что вот, в принципе, мы сейчас внедряем и работаем, значит, по вывозке зерна. Как мы работаем на поле. То есть у нас идет поле, значит, все 12 комбайнов работают в одной загонке. Это наше. Я понимаю, где-то... Но мы так работаем. Вот. Значит, пригоняем вот в этом году до 11 КАМАЗов с прицепами, которые становятся вдоль дороги. И загрузили, КАМАЗ уехал. Загрузили, уехал. То есть комбайны подходят к КАМАЗу. Идет он в поле. Гоны там бывают и 3 километра, и больше. Набирает половину бункера, возвращается, загружает. И так дальше. Уже сейчас мы даже применяем, что водитель пригнал машину, поставил, берет груженую, поехал. Что, в общем-то, важно. С учетом, наверное, у всех эта проблема, кадры, высококвалифицированные кадры, значит, мы готовы платить им, но они, к сожалению, сейчас стараются в Москву поехать. Не надо ему тут 100 тысяч в месяц или 150, я поеду в Москве, заработаю 30 тысяч, зато на Красную площадь схожу и все такое. Но потом они возвращаются, но уже люди загублены окончательно. Это честное слово могу сказать. Ну и что касается экономики. Экономика очень даже нормальная. Я приведу несколько цифр буквально, к чему же все вот это 15-летнее страдание приводит, да? Вот тут приводились цифры, значит, по дизельному топливу. Вот 23 килограмма или литра там, да, Александр Алексеевич? Вот у нас такие данные мне дали бухгалтерия. За этот год пока нету. 22-й год 22 килограмма, 21-й год 24 килограмма, 23 килограмма 20-й, 19-й год 23 килограмма, 18-й год 21 килограмм на гектар. Это с учетом не только вот прямого расхода топлива, но и транспорта. Транспорт на... Мы работаем только поле ток, мы не возим на элеватор, ну и какие-то там небольшие в общихозяйственные работы, мы отдельно их не выделяем, не считаем. Что касается урожайности, ну вот в нашей зоне, ну вот сосед у меня там, Талдыкин, в соседнем районе, в Клецком, я знаю, Сергей Николаевич, начал работать по нулевой технологии. Вот, а в общем-то все работают с парами. Пары у кого как? У кого-то 25%, у кого-то 33%, у кого-то половина. Есть и такие. То есть, когда цены на пшеницу были нормальные, он пар, посеял озимую пшеницу, убрал, опять пар. Ну, доходило до этого. Зато забот никаких. Ну, сейчас вот у этих товарищей возникли очень серьезные, учитывая цены на пшеницу, возникли очень серьезные. Они не могут продать эту пшеницу, не на что купить солярку. Поэтому, в общем-то, с ними соревноваться надо. А что такое пар и озимка? Если ты сеешь озимку по пару, это надо урожайность делить на два года. Потому что вот, пары ты обрабатываешь, ничего ты с них не получаешь. Ну, вот у нас такие урожайности по озимке. Значит, вот, допустим, 19-й год, 25,9, 20-й год, 28,1. То есть, если на два умножить, вполне приличная урожайность. 21-й год, вот в 20-м году мы семинар проводили. Кто был, видели поля такие плачевные были, достаточно. Не стали мы пересевать, подкормили, вложили, получили самый плохой год, 21,3 центра. В 22-м году мы получили 32 центра. В этом году получили мы озимку 41,1 центра. Ну и в этом году мы обычная урожайность, ну, то у нас 6,5 бывало, 12, 8, 12. В этом году 21 получили. Вот, лен, лен, конечно, культура такая капризная, и по цене, то есть, позапрошлый год, по-моему, по 60 рублей его продали. Вот, прошлый год, там, 26-24 рубля продали. В этом году сейчас спрашивают, ну, 28 где-то. То есть, была цена, но связи, с введением вот этих пошлин, цену немножко пересмотрели. Если нут покупали там по 50 с лишним рублей, простой прива, крупноплодный, волжайном 50 покупали по 60 рублей, сейчас прива покупают 49 рублей. То есть, тут на 2 рубля упало. Что дальше будет? Все звонят, осторожничают. Ну, вот, лен, урожайность у нас тоже не очень. То есть, в 19-м году 6,5, 5,8, 6,5, 9,5, в этом году 11,7. Ну, надо учитывать, что это культура, которая требует минимальных затрат. Минимальных затрат. Одна минутка. Что? Одна минутка у вас. Одна минутка. Ну, что касается солярки, объяснил, экономим. Что касается, вот, коротко я вам приведу, средств защиты растений и минеральных удобрений. В 19-м году, 29 миллионов минеральные удобрения, в 20-м, 29, в 21-м, 43, 68, 56 миллионов. Средства защиты растений. 22, 35, 33, 51, 46 миллионов. Понятно. Вот, в принципе, такая экономика. Сеялки, которые были, подсолнечные, все продали, плуги продали, культиваторы все продали. Ну, чуть-чуть оставили для себя. Потому что народ сильно волновался. Не хочу я в нулевую технологию. Хочу пахать, хочу культивировать. Ну, вот иди к соседу у него там, а он денег не платит. бывало и так. Ладно, спасибо за внимание. Я понял, я знал, что Александр Алексеевич обязательно задаст этот вопрос, поэтому я приготовил ответ. Ну, не считаем, честно, вот эту себестоимость. Во-первых, бухгалтерия и так ее замучили всякими отчетами, данными и прочее, прочее. Они бедные сидят, отписки пишут. 90% времени, 10% работой занимаются. Ну, я скажу так, бухгалтер мне сказал по этому году, вот 40 центеров мы получили, пшеницы, начали продавать ее где-то 11 тысяч тонн продали, вот, начали продавать где-то по 9 с небольшим рублей, с НДС у нас вышло. Она мне сказала, Александр Николаевич, что-то прибыли у нас по пшенице не высвечивать в этом году. Ну, у всех так, да, где-то вот на грани себестоимости, может, чуть побольше будет. Ну, по ноту что объяснять, да, по ноту все нормально, по льну то же самое. то есть всегда положительное у нас хорошо положительное получается. Спасибо. Александр Николаевич, можно еще два вопроса? Вы цифры называли затраты на минеральное удобрение или на защиту клиническую? Последний год затраты ниже, получается, да? Или сокрепили выразить? Нет, цифры проведены вот именно с бухгалтерии. Вот, удобрений мы не снизили, мы не снизили. Просто, вы знаете, вот эти вот цифры, они лукавые. То есть, купил в одном году, один год проплатил, допустим, заранее проплатил, кредит взял, там, что-то так вот будет. А так, конечно, растет. 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 Ну, почему она растет? Мы уже понимаем прекрасно, что без удобрений ни хера ничего не получишь. По-русски. Вот. Поэтому, значит, мы их хотим, не хотим, надо покупать. Ну, а цена, они не дешевеют. Притом, не дешевеют, понятно, что затраты будут больше. Ну, что про это говорить? Ну, если перестать выносить удобрения, уже об этом говорили, что при нулевой технологии требуется дополнительное внесение азота, наверное, и мы убедились в этом, что, малейшее внесение там, ну, получилось, осталось там немножко, куда девать? Давай, агроном, на поле, вноси ее. И там, где внесла третий раз аммиачную селитру, урожайность прыгает, ну, серьезно прыгает. Понятно, да? Спасибо. Даже не знаю, с чего начать. Ну, у меня 300 гектар земли, занимаюсь землей с 2007 года, практически одновременно занялся ноутилом, побывав на одной из такой конференции в Октябрьском районе у Мокрикова. Еще Михаил Иванович Драганчук приезжал туда. Может, кто помнит, кто был на этой конференции? Были. Были? Ну, вы точно были-то. Ну, да. Ну, очень сильно вдохновился, и вот, сегодня я работаю практически по наутилу. Ну, не знаю, как сказать. Короче, наутил по наутилу у меня, можно так выразиться. Значит, я не использую никакие удобрения, никакую химию практически, кроме глифосатов. Ну, иногда работаем по вегетации. Инсектициды, фунгициды мы тоже не используем. Принципиально вообще не используем и все нормально, никаких проблем у нас ни с болезнями нету, ни с животными, ни с какими. нету у нас проблем. Ни черепахи у нас нету, ну, ничего нету практически. Ну, может быть, а? Органическая это, значит, в 22-м году я оформил первые 18 гектар, у нас еще только переходный период, а так, в принципе, оно 100% площади практически органического. Пробовал, значит, заменить глифосат органическим глифосатом. Значит, им пользовался, но скажу, что пока еще это все в сыром виде. Да, оно работает, все работает, есть такое, значит, как органический глифосат, он глимикрон называется, там, ребята, в Матвеево-Курганском районе у нас в Ростовской области этим занимаются, но оно не концентрировано. Я приезжал там с бочкой, с 5-ти тонной, значит, работал в чистом виде, там, 200 литров на гектар, все оно работает. Ну, по поводу органического у меня сомнения возникли, потому что у меня одежда вся облезла, короче. Вся куртка у меня, балоневая куртка была, я не знаю, что там такое, но они там втайне это все держат. Ну, короче говоря, я решил, что, как бы, ну, нецелесообразно использовать такую химию, потому что у меня в приоритете мне сохранить, допустим, божью королку, ту же, которая борется с тлей у меня там, на всех культурах, там, ну, в основном проблема там насорга у нас с тлей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА